На днях у нас состоялась коллегия следственного управления, где мы подвели итоги работы за 2014 год. Были приглашены и правоохранительные представители, руководители правоохранительных органов, был представитель прокуратуры, это орган, который также назирает за нашей деятельностью. Был приглашен губернатор, были приглашены главный федеральный инспектор и другие структуры, с кем мы сотрудничаем в процессе расследования наших уголовных дел и процессуальных проверок. На этой коллегии мы попытались подвести итоги за того непродолжительного периода, который мы уже на территории нашего города-героя Севастополя проработали. Уже есть конкретные результаты, есть успехи. Как вы понимаете, успехи не бывают и без каких-либо недоработок. Поэтому на этой коллегии мы попытались подвести и успехи, и недоработки, ориентировать наших сотрудников на то, на что нужно обратить внимание, где мы недоработали, где подтянуться. Провели весь анализ нашей деятельности. Наше управление было создано здесь 26 марта 2014 года. За этот период мы прошли непростой, так сказать, время становления прошло у нас. Сейчас это уже ведомство, можно сказать, оно состоялось. Работаем, сформировано. Штат наш 107 человек. Ребята прибыли из различных, в основном из различных регионов Российской Федерации. Этих регионов 36. То есть ребята уже приехали подготовленные, в основном в своей массе. Ну, конечно, есть и местные ребята. Раньше Следственного комитета на территорию Украины не было. Значит, расследованием занимались и прокуратура, и МВД. В основном МВД расследовало дела. Поэтому с этих органов мы, ну, и была еще налоговая милиция, откуда мы получили множество материалов, и из других ведомств. Значит, наше ведомство занимается в основном преступлениями, тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Преступления тяжкие и особо тяжкие, совершенные детьми, мы расследуем, в отношении детей, значит, преступления коррупционной направленности. Туда относятся все должностные преступления, в том числе и коммерческие должностные преступления. Они альтернативные, мы тоже их расследуем. Преступления, которые оказали большой общественный резонанс, создали, мы расследуем, значит, ну и общую уголовную преступность. За 14-й год нашими следователями расследовалось около 500 уголовных дел. Где-то треть этих преступлений мы окончили расследованием с направлением суд, и люди осуждены. Приговоры различные. Есть серьезные приговоры, но есть разные. Приговоры состоялись. Значит, объем большой был проделан. То, что касалось нашего становления, конечно, становление было тяжелым. Вы сами понимаете, уголовные дела мы приняли, они все в основном были на украинском языке. Нам предстояло их перевести, значит, заново переработать, изучить. Очень много было нераскрытых дел к нам передано. За 14-й год мы расследовали около 20 преступлений прошлых лет. Этому у нас тоже уделяется очень большое внимание. Раскрывать эти преступления непросто. Причем, если они были совершены несколько лет назад, а тем более были совершены 10-20 лет назад. Но такие преступления в 14-м году не все, очень много остаются нераскрытыми. Порядка, я думаю, 80 еще. Ну, 20 нам удалось раскрыть. Это преступления, которые тоже получили широкий общественный резонанс. Мы о них в СМИ давали информацию. Значит, это и убийство пенсионера. Если вы слышали это дело, мы тоже в СМИ, в средствах массовой информации выдавали. Значит, это и гражданин, который совершил множество грабежей, разбоев, убийств. Он тоже уже осужден. Преступления мошеннические. Ну, в мошенничестве. Значит, когда банды черных риэлторов, когда обманным путем у людей забирались в квартиры. Ну, я не буду их называть. Я думаю, что эти все преступления, они в СМИ есть. Они есть у нас на сайте. И вы неоднократно, может, не все, а кто-то их все равно, как-то информация выдавалась. Вот. Стараемся быть открытыми, насколько это нам позволяет служебная этика. Наша задача не только бить, как говорится, по хвостам, да, по факту совершенного преступления, но очень большая работа проделывается нами. Стараемся, по крайней мере, проделывать по профилактике преступлений среди ребят, молодых, среди несовершеннолетних граждан, которые не достигли 18-летнего возраста. Профилактика в чем заключается? Ну, во-первых, у нас группа наших ребят, специалистов, офицеров. Значит, мы тут распланировали эту работу. План я утвердил. Ходим по вузам, по детским домам, по школам, рассказываем о российском законодательстве, рассказываем о, значит, последствиях, если, как говорится, жить неправильно и нарушать закон. Пытаемся нашу работу им показать, привлечь их как-то, их внимание. Наши криминалисты, ребята, вот, в свою аппаратуру ездят, показывают. Значит, как-то вот даже делали осмотр места происшествия, такой показательный, туда приглашали детей из детского дома. И молодежь, она, как бы, смотрит на это. Уже много ребят высказывают желание, вот мы будем юристами, будем следователями. У нас три телефона круглосуточные, действия которых с прямым лицом, то есть это не в записи, там автомат отвечает, а конкретный офицер, дежурный по управлению, с этими телефонами, как говорится, живет круглосуточно, они при нем. И всегда, в любое время дня и ночи он отвечает. Это телефон ребенок в опасности, значит, телефон доверия и телефон дежурного по следственному управлению. Значит, в этом году мы эти телефоны поставим в автоматическую запись, то есть будем контролировать еще таким макаром. Все разговоры будут записываться, и распечатка этих всех разговоров также будет поступать мне, но это также для контроля сделано, и чтобы реагировать немедленно. То, что касается телефона ребенок в опасности, эти звонки немедленно, в любое время дня и ночи, также мне докладываются немедленно, и лично я принимаю по всем сигналам решение, как действовать следователю или дежурному офицеру в данном конкретном случае. В этом году у нас расследовалось 32 уголовных делах коррупционной направленности. Основная часть уже их окончена, направлена в суд. Люди есть осужденные, некоторые дела еще рассматриваются судом. Все эти преступления коррупционной направленности также получили широкую огласку со стороны нашего органа. В СМИ вся информация выдавалась. Если вы заметили, то все материалы проверок с момента регистрации мы сразу выдаем в СМИ. Значит, если мы возбуждаем дело, мы сразу об этом выдаем информацию во все возможные СМИ, которые есть. И эта информация у нас всегда вывешивается на сайте в режиме онлайн, да, фактически.